В свое время ЦРУ сумела тем или иным образом переманить угрозного КГБ ни одного агента, сыграв на его корыстолюбии или же идеологическом неприятии социализма. Невероятно, но один из таких завербованных КГБистов не только подал в суд на ЦРУ, но и выиграл его. О таком агенте я и хочу вам сейчас рассказать. Виктор Шеймов после нескольких лет работы на государство в составе одного из оборонных институтов, где создавалось и обкатывалось новейшее советское вооружение, был приглашен на работу в КГБ в качестве шифровальщика. Вскоре способный и амбициозный молодой человек дослужился до звания майора и занял место главы отдела КГБ, который курировал шифровальную связь зарубежных посольств СССР. Но Виктор и не помышлял о работе во благо своей страны. В его голове уже давно зародилась идея покинуть Советский Союз, воспользовавшись своим знанием засекреченной советской информацией. Проще говоря, Виктор решил покинуть СССР, став перебежчиком. Первый шаг к побегу Виктор совершил в мае 1979 года, во время своей командировки в Польшу. Ему предстояло провести несколько дней в Советском посольстве в Варшаве. В эти несколько дней Шеймов умудрился незаметно покинуть Советское посольство и попасть уже в посольство Американское. Там он предложил свои услуги резидентам ЦРУ, рассказав о высокой должности, которой он занимает, дав ясно понять, что владеет не одним государственным секретом. Когда варшавские резиденты ЦРУ проверили информацию и убедились, что Шеймов не врет, они предложили ему немедленно бежать в Америку, не возвращаясь в Москву. Но Виктор отказался. Дома остались жена и дочь. Поэтому ЦРУшникам пришлось составлять детальный план, так сказать, эвакуации Виктора вместе с семьей из СССР. В Москве Виктор еще трижды встречался с агентом ЦРУ. Встречи проходили в бассейне «Москва». Чтобы американцы не решили оставить Шеймова в союзе в качестве корота, Виктор держал важную информацию при себе, настаивая на том, что расскажет все доступные ему секреты только после того, как вместе с семьей окажется в США. Шеймову до последнего не сообщали, каким конкретно образом он покинет страну. Но это не помешало ему и семье самим подготовиться к побегу, чтобы в первое время никому и не пришло в голову, что бесследно пропала целая семья. Лишних вещей решили с собой не брать, чтобы придать квартире вид того, что хозяева отлучились ненадолго и вскоре вернутся. На работе Шеймов не раз повторял, что на выходных едет в Подмосковье на дачу, где нет телефонной связи. Сам же побег был намечен на пятницу, чтобы дать семейству пару дней форы, пред тем, как его хватятся. До сих пор неизвестно, как именно Шеймовы бежали из Советского Союза. По одной из версий, они пересекли границу через Польшу на обычном автотранспорте под липовыми именами. По другой, их вывезли самолетом из аэропорта Внуково, загримировав Виктора под второго пилота. А его жену и дочь спрятали в ящике с якобы использованной польской техникой. Много лет спустя Шеймов выпустил книгу, где рассказывал про свой побег в США. В книге его главным мотивом побега было неприятие советской идеологической системы, желание бороться против коммунизма за рубежом и прочее подобное. В итоге, как оказалось, Виктор руководствовался только желанием заработать побольше денег. Но об этом чуть позже. Побег был обстален настолько умело, что в КГБ несколько лет не знали о судьбе своего агента и его семьи. Сначала их объявили пропавшими без вести, потом появилась версия об убийстве, но ее вскоре отмели. В итоге, в течение целых пяти лет грозный комитет государственной безопасности находился в полном неведении относительно того, куда пропал глава их шифровального отдела вместе с семьей. Только в 1985 году стала известна правда, и то благодаря информации известного перебежчика ССРУ Олдрича Эймса. О масштабах же слитой информации самим Виктором не сообщается до сих пор. Эта информация и сегодня засекреченная. Но известно, что по словам Шеймова, у ЦРУ были большие планы на Шеймова, как на идеологического противника коммунизма. Надеялись же, как я говорил, казалось, что он провернул побег СССР только ради денег. В конце концов, Шеймов поссорился с ЦРУ, так как считал, что те ему платят слишком мало за его данные. Те же не хотели с ним работать, так как рассчитывали на совершенно другой уровень сотрудничества, видев в Шеймове мощный потенциал, который он не пожелал реализовать, сводя все к жажде денег. Но закончилось все не так, как обычно в этих случаях. Тихое расставание с назначением ежегодного посопия и закрытие дверей ЦРУ для завербованного агента навсегда. Шеймов посчитал, что ему крупно недоплатили за его информацию, которую он передал в ЦРУ. Поэтому он не нашел ничего лучшего, чем подать на агентство в суд, требуя 1 миллион долларов в качестве компенсации. И что самое интересное, Виктор суд выиграл. Правда, сумма компенсации была меньшая, но какая неизвестная. Сам же Шеймов об этом не распространяется. После ухода из ЦРУ он занимался бизнесом, связанным с кибербезопасностью до своей смерти. Одним из выводов, которые я для себя сделал, это то, что в США очень даже хорошая судебная система. Располняй себе реально выиграть суть у самого крупного государственного агентства в стране. Пиши в комментариях, а возможно ли в этой стране, где живешь ты. А также ставь лайк под видео, если оно тебе понравилось и показалось интересным. А пока вот тут проинтереснейшее видео. СССР глазами американского шпиона. И увидимся в следующем выпуске. До скорых встреч. Пока, товарищи. Субтитры сделал DimaTorzok